Циклоны здесь не редкость. Регион еще не успел окончательно оправиться от урагана Аила, который обрушился на эти края 11 лет назад. Этот регион называется Сундербан. Проживает здесь 4 миллиона человек. Большинство из них живет исключительно за счет рыболовства и земледелия. Однако свирепый ураган в мае изменил все в одночасье. Эти пресноводные водоемы использовались для разведения рыбы. Однако тропический циклон Амфан уничтожил всю инфраструктуру. Пресноводная рыба погибла, а креветок, которым соленая вода не помеха, унесло в море. «Что тут сделаешь? Нам нужна помощь. Когда ограничительные меры окончательно снимут, нам, возможно, придется уехать из Сундербана на поиски работы. Здесь нас больше ничто не удерживает». Население с этих островов эвакуировали еще до урагана. В итоге удалось спасти тысячи жизней. Но по возвращении местных жителей ожидал настоящий шок. От домов и урожая не осталось ничего. Вода уйдет, но почва может стать непригодной для земледелия на долгие годы из-за солевых отложений. Помочь местным жителям старается инициативная группа под названием «Молодежная сеть студентов под карантином». Они собирают средства для местных жителей на осушение затопленных соленой водой водоемов. Ведь когда дожди наполнят их пресной водой, разведение рыбы хотя бы отчасти вновь станет возможным. «Здесь возникли большие проблемы с соблюдением гигиены. Застоявшаяся вода опасна. Она может вызвать распространение желудочно-кишечных инфекций, а также кожных заболеваний. Часто забывают и еще про одну проблему – опасность, исходящую от змей». Общественные инициативы, такие как эта, пытаются хоть отчасти заменить собой государственные службы, но их силы и средства ограничены. Местные жители боятся, что не смогут получить хоть какую-нибудь медицинскую помощь. «Вода засорена, пить мы ее не можем. Если пьем, заболеваем. А попасть в больницу из-за наводнения почти невозможно». «Вы видите, что дороги разрушены. Как балансируя над этой жижей, беременная женщина или мать с ребенком на руках сможет добраться до клиники?» Нирубала рассказывает, что из-за регулярных ураганов многие местные жители покидают регион, но ее семье еще удается каким-то образом здесь удержаться. Страх не отпускает ее, ведь если восстановить хозяйство не удастся, придется и ей вместе со всеми близкими бежать отсюда в полную неизвестность.